Балтийское море И бытовыми отходами Кроме того, здесь присутствуют также тепловые и радиоактивные загрязнения Свою, пусть и не самую большую роль в загрязнении Балтийского моря Играют также морские суда Если говорить о масштабах проблемы, то, например, реки Польши и Россия Ежегодно вливают в море по несколько сотен тысяч тонн фосфора, азота и тяжелых металлов Из-за чего на сегодняшний день четверть морского дна Балтийского моря в биологическом смысле мертва По словам выступавших на сегодняшней конференции экспертов Среди которых были также ученые из Швеции и Финляндии Это связано с тем, что вот уже в течение 50 лет мы, что называется, перекармливаем наше море азотом и фосфором Постепенно его убивая Представьте себе человека, которого мы перекармливаем, например, в 4 раза Он скоро в коме будет, да? Мы его отвезем на неотложной помощи И назначим ему такое лечение, что мы у него уменьшим его кормление на 25% Кажется, что 25% много, мы все равно его будем в 3 раза перекармливать Он все равно скоро умрет, немножко, может, дольше проживет, чем если бы мы не урезали эти 25% Вот это то, что мы делаем сейчас со своим морем Мы немножко урезали азот и фосфор И уже думаем, что, ох, сколько мы много сделали Нет, надо очень сильно урезать сброс азота и фосфора в Балтийское море Одним из источников загрязнения Балтийского моря является производство фосфорных удобрений В частности, не так давно экологами был зафиксирован большой сброс этих веществ через реку Луга Но, пожалуй, самыми главными источниками загрязнения Балтийского моря являются аграрная промышленность и сельское хозяйство И как это не удивительно, дело здесь в том, что европейские фермеры получают от Евросоюза огромные дотации Казалось бы, это должно способствовать развитию такой важной отрасли, как сельское хозяйство Однако у медали, как известно, две стороны По словам экспертов, зачастую выделяемые суммы настолько велики, что фермеры где-нибудь во Франции или Дании Просто не успевают их все потратить И тогда, чтобы не платить налог с остатка, они закупают и используют больше удобрений То есть они перенасыщают Балтийское море различными веществами, искусственно вызывая его загрязнение А еще более удивительно то, что по сути загрязнение Балтийского моря оплачивают европейские налогоплательщики Поэтому поиск решения этой проблемы зависит не только от ученых-экологов Сегодня мы обсуждали проблемы и перспективы развития Балтийского моря Основной проблемой которого является загрязнение Эта проблема касается всех стран Балтийского моря Поэтому ее нужно решать как можно быстрее и на самом высоком политическом уровне Одним из вариантов решения проблем загрязнения может стать тотальная реформа выдачи субсидий европейским фермерам В качестве борьбы с загрязнением Балтийского моря Эксперты предлагают полностью менять аграрную политику стран Евросоюза А также облагать загрязнение налогом Кроме того, необходимо обеспечить очистку Балтийского моря С применением высокоэффективных технологий обработки Чтобы снизить содержание азота и фосфора Павел Озеров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...